Здравствуйте! Начинаю обзор светодиодной лампы ASD 7 ватт с окрем е27 вот такое на упаковке заявлено освещено 630 люмен срок службы 30000 часов гарантия 2 года цветовая температура 3000 кельвин так эквивалент заявленное освещение 70 ватт напряжение вольтаж от 106 до 260 вольт частота 50 герц кэцент цветопередачи больше 80 так и ее размеры какие размеры размеры так какие размеры не указано а вот размеры диаметр 60 миллиметров длина 108 миллиметров не диммером и так в общем она вот такая сейчас мы откроем производитель указывает если широкий вольтаж значит должен быть импульсный драйвер так ну проверим сначала мы посмотрим сколько она весит сколько она весит весит она 54 грамма 54 грамма весит да ну в принципе для такой лампочки это хорошо так теперь так материал матовый пластик оргстекло четко написано что 630 люмен эквивалент 70 ватт так сейчас мы будем смотреть сколько она живет и как она светит то так напряжение напряжение номинальное я выставлю 230 вольт потому что спецификация требует что 230 вольтовый так видно потребляем мощность так лампа не подсвечивается это хорошо так сейчас я включу сколько она потребляет потребляет она не 7 ватта 5,2 ватта вот видите при напряжении 227 вольт производитель обманул так сейчас мы посмотрим мерцает ли она не мерцает включаем планшет для камера сейчас глянем увы идут пульсации страшные идут пульсации это говорит о том что никакого здесь драйвера здесь помине нет производитель нас обманул вот видите как он пульсирует очень страшно пульсирует мощность она вместо 7 ватт 5 ватт ну короче говоря это обманка так теперь я сейчас буду крутить напряжение так видно нет не видно ни хрена так сейчас я в сторону отведу так ладно короче говоря сейчас буду напряжение и буду говорить какое напряжение 220 вольт 5,2 ватта уменьшаем уже видите напряжение 200 так 194 вольта 3,3 ватта это уже говорит что драйвера здесь никакого нет уменьшаем еще так 169 вольт потребление 2,2 ватта сейчас резко сейчас еще сколько напряжения там будет так 131 вольт потребление 1 ватт ну где же здесь драйвер а на упаковке заявлен напряжение рабочий диапазон напряжения 160 260 вольт ну и где это это чистый обман так лампа sd конечно за разговор особенно они могут сначала здравимый пускать а потом ухудшение допустим пример 1 сват так ну короче говоря сейчас мы посмотрим насколько она светит я выставляю напряжение номинальное 5 230 вольт так 230 вольт так 212 вольт так 219 а вот 236 227 вот 231 вольт 233 вольта потребление 5,4 вольт 229 вольт 5,4 ватта что-то скачет больно быстро ну ладно так сейчас я верну светильник возьму люксметр так поставлю на люксы так сейчас я включу подсветку потому что ни хрена не видно видно не видно 124 люкс ну вот сейчас видно да все сейчас я включу так это я переведу сюда сюда так со светильника сейчас я переключу сделал переключение так ну все сейчас мы глянем как она светится так сейчас я возьму лампочку так смотрим что-то она не светит а вот все так видим 33 люкса 5,4 ватт потребления 33 люкса так теперь я выключаю эту лампочку вкручиваю лампу накальнию буду крутить до тех пор пока у нас также 33 люкса не будет и сколько потребляет данный момент эта лампочка будет эквивалент свечение первоначальный так выкручиваю так 97 люкс это надо убавлять буду 33 люкса так 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 33 люкса 33 люкса так где у нас 70 ватт вот 33 люкса да действительно 66 ватт даже как не верится сейчас до 33 35 реально 65 ватт я честно говоря в шоке даже производить почти не обманул 65 ватт светит как будто лампа жрет сейчас это как 65 ваттная да интересно реально да то есть сейчас светодиоды что ли что ли стали в бус более высокой типа светоотдачи видимо стали производить даже удивлены 5 ватт и светит как 65 ваттная лампа накаливания ну ладно хорошо сейчас я ее поставлю на полчаса потом посмотрим как она будет светить через полчаса дальше все выключаем и так через полчаса потребление 6,3 ватта составила это все таки все таки не 5 не 5 ваттная 6 ваттная лампа лампа светодиодная получается люксы 32 люкса как напомню 33 люкса было 65 ватт то есть данная лампа светит как 60-65 ваттная лампа накаливания я ламп накаливания вкручивать не буду потому что смысла нет вкручивать потому что 32-33 люкса ну это 65 ватт как показывал так ну в принципе лампа неплохая но содержит конденсатный балласт мерцает она на камеру мобильного телефона это однозначно так сейчас проверим еще последний тест на светодиод на совместимость трехпроводной датчика движения включен по двухпроводной специализованной схеме в качестве датчика движения я возьму электростандарт SNSM01 так ну поехали итак вот схема вот датчик движения трехпроводной будем менять его вместо выключателя так в общем вот такой датчик вкручиваем эту лампу так и вкручиваем еще вторую лампу для контроля функционирования я вас это с импульсом драйвером вот эта вот лампа для демонстрации в общем так демонтируем мы выключатель так конденсатор здесь лучше всего использовать не полярный для надежности полярный это в крайнем случае на свой страх и риск и обязательно соблюдайте полярность тогда для диода но данный с полярный конденсатор не рекомендую потому что это менее надежно так так выключатель выбрасываем ставим соответственно берем датчик движения так на нем сразу стоит диод тот раз я поставил предыдущий раз на клемме L0 вот она L0 и N вот она раскручиваем L и N вот L0 и N стоит диод 1.4007 вот он вот он видите диод стоит я сразу ставил L0 и N подключается вместо выключателя вот он вот он сейчас подключаем так второй крен ну так вот два провода третьего здесь не надо ставим соответственно датчик движения сюда подрозетник вот таким образом ну я не буду заворачивать открывать крышку это все по всем и так понятно все влезет так сейчас мы поставим параллельно конденсатор не полярный так берем конденсатор не полярный параллельно ставим лампе так 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 все ну в общем короче говоря подключаем включаем схему автомат так некоторые задержки при включении ну вот все видите это Гаусс работает а это которая в обзоре она не работает почему не работает потому что это конденсаторный балласт конденсатор балласт не работает на постоянном токе сейчас посмотрим как отключится как она себя поведет видите это не работает я сейчас ее в сторону положу вот в сторону эту контрольную видите это горит это не горит то есть в данном случае лампочка у нас не горит так ну общие выводы какие светит она эквиваленту где-то 65 ватная лампа накаливания это первая вторая лампа мерцает к сожалению мерцает третья лампа содержит инсанта балласт четвертая лампа греется она не так сильно у нее где-то температура не превышала 70 градусов это что в принципе хорошо для этой лампы лампа несовместима по специализированной схеме подключения с трехпроводом движения потому что она не способна работать на постоянном токе а в данном случае у нас на нагрузку ток выпрямляется и идет у нас соответственно на нагрузку постоянный ток фильтрирован конденсатором ну данную лампу как могу сказать если в туалет ее ставить или куда-нибудь такие где долго не находитесь то в принципе его покупать можно но не более того то есть коридорах там подсобках эта лампа в принципе неплохая но тем не менее тем не менее она конечно ток потребления данной лампы составляет 6,6 ватт 6,2 ватт приблизительно ну где-то около 6 ватт не 5,4 ватт а около 6 ватт она потребляет светленно как 65 ватт ламп накаливания имеет к сожалению большой коэффициент пульсации греется она кстати не выше 70 градусов 75 градусов то есть говорит что теплоотвод здесь неплохой не совместима со специальной схемой с датчиком движения в общем короче говоря данную лампу я не рекомендую покупать потому что по такой цене можно найти извините ну ка миллион 9 ватт допустим которая не мерцает на камере мобильного телефона лично я не рекомендую брать такую лампу стоит она не дешевле чем даже светодиодная лампа с импульсом драйвера например миллион 9 ватт которая на озоне продается она стоит всего на все 115 рублей это извините почти даром эта лампа в любом случае стоит не дешевле так что так что не покупайте такую лампу это лично мое мнение ну я в общем обзор я завершил всем всего доброго до скорых встреч ждите нового обзора датчик движения светодиодных ламп до скорых встреч пока до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...